Варлам Шаламов, Кант Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок, держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланника, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и пыли нам нужны. Из всех северных деревьев я больше других любил стланник, кедрач. Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством, процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все в запуске, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти не заходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах и руку поднимать не надо. Наливалась желтая, крупная, водянистая рябина. Медовый горный шиповник, его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы. Все остальные пахли только сыростью, болотом. И это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов, и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знала веселость лос, меняющих окраску весной много раз, то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездосущий жирный кипрей покрывал лесные пожарищи. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо. Но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными. Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелье и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту, так все было голо, и только одно дерево было всегда зелено, всегда живо, сланник, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно, и о близкой зиме никому не хотелось думать, сланник вдруг растягивал по земле свои огромные двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день-другой, появлялась облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но сланник не ложился, можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет. В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло и воздух был по-зимнему разрежен и сух, сланник вокруг поднимался, встряхивая снег со своей зеленой, чуть ржеватой одеждой. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну. Сланник был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался. Он поднимался в отепель, когда отепель затягивалась. Перед отепелью он не поднимался, но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое. Разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветвь сланник и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как сланник снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна, бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет свисти торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны бежалось на зимы, ярко и ослепительно зеленее сверкал сланник. К тому же на нем росли орехи, мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки и бурундуки. Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на промесенных, голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу и стопящейся печки. Спичек здесь не было. Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой и с проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер, сухую траву и мелкие сучьи. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру. Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою сланником. Заготовка шла вручную. Зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше горсть. Набивали хвои мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый, густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть, кто как сумеет, перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без топки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед, за этим строго следили. Цинга была повсеместна, и сладник был единственным средством мацинги, одобренным медициной. Вера все прямозмогает, и хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого препарата, как противоцинготного средства, и от него отказались, витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги, или не выздоравливали, или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинготное средство. В московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено. Представителем витамина С инструкция считала только хвою сланника. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья. Я ослабел, и из золотого забоя был переведен щипать сланник. «Походишь на сланник», – сказал утром нарядчик, – «дам тебе кант на несколько дней». Кант – это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых. В таком случае, говорят, он припухает. Припух на сегодня. Работа на сланнике считалась не только легкой, легчайшей работой, и притом она была бесконвойной. После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерчины смотрителя за спиной, работа на сланнике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На сланник посылали позже обычного развода на работу, еще в темноте. Хорошо было грея руки на банку с дымящимися головешками, не спешая идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая, как радостную неожиданность, свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло, есть только твой товарищ и ты, и узкая, темная, бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко в горы. Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на сланник и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам. — Я буду рубить, а ты садись щипать, — сказал он, — и поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы, а идти отсюда снова в забой я не хочу. Он нарубил сланниковых веток и приволок огромную кучу лап к остру. Я отломывал случай поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому. — Надо быстрее, — сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. — Плохо, брат. Я и сам понимал, что плохо, но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра. Мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки сланника. Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее. — Пора домой, — сказал он друг, а то к ужину опоздаем. Но норму тут не хватит. И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. — Там не развязывают, — сказал он хмурясь. — Теперь будет норма. Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег, нардеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью. — Волоком волоки, — сказал товарищ. — Вниз ведь тащить, не вверх. Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.